Всем привет, вы с Олегом Соскиным, сегодня у нас уже 9 июня 09.06.2023 Я вам вчера прогнозировал, что ночка будет тяжелая на 8, так оно, к сожалению, и произошло Очень такие трагические события для Умани, для Житомирской области, для некоторых других Все там обстреляли также эти окраины Харькова С-300 Везде разрушения, везде гибель людей, травмы людей, предприятий и так далее, и так далее То есть это уже такая обыденная становится реальность, но она очень нехорошая, прямо скажем, очень нехорошая Особенно там по Умани сильно ударили и по предприятию, и по магазинам, и по заправочным станциям, ну что там говорить То есть летали их ракеты, разные Иксы, и калибры, и шахиды иранские То есть что-то сбили, много не сбили Видим, что ухудшается, вывод мы кого не можем сделать Ухудшается поражаемость российских ракет и беспилотников Видимо потихоньку заканчиваются соответствующие средства украинской ПВО И эффективность ее падает Вот это самый главный вывод, который могу вам на сегодня сделать Ну, может быть, как бы он пока не является остаточным Но ближайшие события покажут Сегодня будет как раз, я думаю, опять обстрел На десятая ночь Будет тяжелая Десятая, ноль шестая, двадцать, двадцать три Я думаю, должны быть массированные обстрелы Киева Однозначно должны быть Поскольку они сейчас обсчитывают результаты Московитые И, в принципе, они готовы к этим ударам Тем более Киев уже и так в тяжелейшем напряжении находится Со всех точек зрения Оказывается, очень плохая ситуация с укрытиями Там он раскрыли схему в Голосеевском районе На уровне районной администрации Но это, видимо, кого? То есть это, видимо, люди Зеленского, кого он назначил Вот, причем, там, получается, что это все Так сказать, делали усушку, утруску На укрытиях, в школе, на детях Ну, понятно, что без директора школы, видимо, это не могло обойтись То есть везде стоят воры Клептоманы, воры Они на всех уровнях Они пользуются Ну, так война всегда Война, она этим и отличается Всплывает на поверхность самая большая нечисть И чем больше война идет, тем больше нечисти всплывает Они дорываются до вот этих всех Кранов, источников денег, ресурсов и так далее Это очень страшные периоды Кадровая вакханалия Всюду проходимцы Всюду банды при власти И чем больше война идет Чем больше жертв, убийств, разрушений Тем больше всякого разбойничьего элемента, воровского Поднимается на командные высоты Это характерная черта любой войны Потому что война – это всегда убийства, это грабежи Это разбой, это кражи Это уничтожение простых людей То есть это Это все, что есть плохого Это несет война Несет война Иисус Христос сказал Поднявший меч от меча погибнет И Естественно, что любые войны Они приводят к тяжелейшим последствиям для мирных людей Поэтому Мирная жизнь В тех районах и районах, где идет война Она несовместима Поэтому люди, которые живут мирно Они должны понимать Что для них это смерть Вот такой вывод вам сделаю То есть опять были удары по Киеву По Украине И, к сожалению, ничего хорошего нет Зеленский был в Херсоне В Николаевской области Ну, там рассказывал Давал задания То есть он везде хочет поспеть Ну, так никто не работает Это поправнее всех объективных канонов менеджмента Тем более кризисного Один человек ни чьи каких дыр заткнуть не может Даже если он с Ермаком ездит Должен был быть премьер Должны были быть министры Должны были быть поставлены задания Надо их было раскрепить Надо было вести временные горизонты Надо было назначить ответственных Надо было разработать технологические карты Решение этих или иных задач Этого ничего не сделано Это все бла-бла-бла Зеленский приехал Уехал, они ему дали честь Все сделаем А дальше будет дерибан Так как в Киеве с этими укрытиями Ну, сегодня увидим Ночная, я думаю, должна быть Ну, не сегодня, так 12-го Не 12-го, так 13-го То есть в ближайшие дни должна быть бомбежка Киева Мощная Ну, и увидим, как сработают эти все укрытия Что-то изменится или нет Но я предполагаю, что будет очень много жертв У меня такое есть предположение Что украинское ПВО сейчас на грани находится на своем пределе И оно может не выдержать Тем более, естественно, что не идут поставки Дополнительного оружия для поднятия уровня ПВО Ну, увидим Сегодняшние обстрелы показали, что серьезные дырки существуют Очень серьезные И эти дырки в ПВО увеличаются Вот это такой бы еще вывод вам сделал Ну, идем дальше Дальше ситуация у нас следующая Что практически Украина Ну, украинская экономика падает Дают реляции, что якобы упало там На 10 с чем-то процентов Ну, это очень много Это очень много А сейчас должно падение усилиться Потому что уничтожен весь юг То есть уничтожены промышленные, агрохозяйственные области Целые города И поэтому сейчас должен начаться обвальный процесс Падения ВВП И главное, очень важно понимать Что деньги США заканчиваются И, по сути, денег нет То есть США сейчас уже будет давать не полтора миллиарда долларов в месяц А всего 500 миллионов А денег в бюджете тоже нет Сейчас вот эта катастрофа Она как бы отодвинула финансово-экономическую катастрофу чуть-чуть дальше Ну, просто финансово-экономическая катастрофа есть Но просто про нее не говорят Потому что есть экологическая катастрофа Гуманитарная катастрофа Демографическая промышленная катастрофа На всем юге Украины Но это быстро все пройдет И обнажится, что фактически экономика Украины развалена И идет ее, так сказать, наверное, уже, может, предпоследняя фаза развала и уничтожения этой экономики То есть управлять уже будет почти нечем Налоги собирать нечем Все остальное тоже Ну, в принципе, я же сказал, надо всех бюджетников направлять на фронт Вот там сейчас большие потери на фронте Сейчас поговорим про это Вот туда их надо и направлять А что их держать? На бюджете, если денег в бюджете все равно нет То есть мы видим полный крах Полный крах И мы видим разбалансировку власти И Зеленский, он пытается затыкать эти дыры вместе с Ермаком и их группа Но у них все выходит это хуже и хуже Ну, давайте я вам сделаю сейчас еще одно видео по так называемым наступлениям, контрнаступлениям Какая ситуация складывается на фронте и чего ожидать А вот если говорить внутри Украины про экономику, про нынешние удары врага по территории То есть оно будет усиливаться каждую ночь Люди на пределе Психическое расстройство становится массовыми Ну и, соответственно, будут какие-то сейчас всплески чего-то Поэтому, что можно сказать, что нынешняя система власти, она уже не выдерживает войну И она не может, что оказалось Что власть не в состоянии обеспечивать и функционирование экономики, и финансов, и гражданских нужд И пытаться организовать наступление То есть мы видим полный распад системы Плюс, я считаю, в критической ситуации находится ПВО И сегодня ночные обстрелы это показали Ну, давайте будем как бы все-таки еще оптимистами Но в ближайшие дни покажут, мой вывод правильный или нет Вы с Олегом Соскиным Никому не верьте Подписывайтесь на канал Спасибо всем, кто поддерживает Ну и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok